Тема сегодняшнего вебинара – создание сайтов и тематика – это сайт агентства недвижимости. Как я говорил, расскажу про саму платформу вначале. Есть у нас продукт, он называется «Управление сайтом». Это программное обеспечение, которое позволяет вам создавать и в дальнейшем управлять вашим сайтом. В принципе, независимо от тематики и направленности. Неважно, чем вы занимаетесь, что вы продаете, товары или услуги. На сегодняшний день порядка 125 сайтов в России и странах и странах за рубежом работают на платформе Bittrex. Это, в принципе, все абсолютно разные сайты. Это и корпоративные сайты, информационные порталы, различные сообщества. И в том числе есть огромное количество среди них интернет-магазинов, которые продают товары с помощью Bittrex. И все они абсолютно разные. И все используют огромный объем возможностей, которые есть в платформе. Собственно говоря, CMS называется это все. Расшифровывается как Content Management System. Система управления контентом, содержимым вашего сайта. То есть система позволяет вам, допустим, не техническому специалисту, без проблем, без изучения PHP или HTML, управлять содержимым вашего сайта, делать определенные настройки, управлять заказами, если это интернет-магазин, управлять заполненными веб-формами, задавать новые страницы, новые разделы, добавлять новости на ваш сайт, ну и даже много чего другого настраивать. Собственно говоря, об этом мы сегодня с вами и поговорим. В CMS-системе огромное количество функционала. Это и работа с непосредственно самим контентом, хотя это такая небольшая часть тех возможностей, которые есть. Это и функционал, связанный с продажей через интернет. То есть все, что связано с интернет-магазином. Я сегодня на этом останавливаться не буду. У нас, в принципе, и так раз в неделю проходят специализированные вебинары, связанные с интернет-магазинами. Мы там рассказываем, показываем, как настроить интернет-магазин, как продавать товары, различные услуги, создавать свойства и так далее. Поэтому если у вас стоит задача именно продавать через сайт ваш, то рекомендую еще записаться на соответствующие вебинары, либо посмотреть в записи какие-либо из уже прошедших. Помимо этого, в CMS-системе есть еще функционал, связанный с коммуникацией и обратной связью, как работать с клиентами, общаться, делать различные рассылки, напоминания и так далее. Плюс есть всякие сервисы, службы, есть возможность создания мобильного приложения. Конечно же, не забываем про безопасность вашего сайта, масштабированности и так далее. Это все укладывается в рамках вашей CMS-системы, которая называется 11-Bitrix. Большое вступление сделал. По большому счету хотелось бы поменьше слайдов и побольше живой демонстрации. Для этого я установил у себя на ноутбуке виртуальную машину и скачал демо-версию с нашего сайта, демо-версию Bitrix. У меня редакция «Бизнес», вы также это можете сделать. Можно скачать у нас любую редакцию, которая вам необходима, но у меня максимальная. Скачать можно с нашего сайта, она ничем функционально не ограничена, то есть она работает, как если бы вы купили лицензию. Единственное ограничение – это время работы. Это 30 дней. Через 30 дней система начнет вас просить ввести лицензионный ключик, еще на 14 дней вас помучает, и потом будет синий экран. То есть получается порядка 44 дней система предлагает вам время на ознакомление с ними. Это, на самом деле, более чем достаточно, тем более, что она функционально ничем не ограничена, и вы можете уже на демо-версии начинать разрабатывать ваш сайт, разбить его в интернете, менять дизайн, начинать заполнять нужными вам тамарами. Если это интернет-магазин, можно даже начинать интеграцию с 1С. Это все возможно, но лучше сразу же купить лицензию. Когда вы ставите любую редакцию, у вас есть возможность выбрать один из некоторых шаблонов, которые есть по умолчанию. Их, ну, тут редакция бизнес, сколько тут, 6 штук. Это интернет-магазин, корпоративный сайт, информационный портал. Вот, и можно еще загрузить из маркетплейса. Если у вас уже лицензионная версия, то у вас появится возможность загрузить либо бесплатные, либо платные решения, которые есть в нашем маркетплейсе, каталогии сторонних решений. Там их порядка, где-то на 400-500 разных решений на разной тематике. Начиная просто от сайтов, там, лендинг-пейджей и заканчивая большими интернет-магазинами. Вот, собственно говоря, сегодня Александр будет про одно из таких решений рассказывать как раз от сайта агентства недвижимости, который в том числе вы сможете приобрести в маркетплейсе. Вот, у меня здесь установлен шаблон банка, корпоративный сайт. И еще у меня есть интернет-магазин. Вот один из свежих у нас интернет-магазинов. Свежих шаблонов. Можно использовать любой из этих шаблонов, которые вам понравятся, которые идут по умолчанию из коробки. Вот, вернемся на корпоративный сайт. Здесь, собственно говоря, стандартные блоки, меню, баннеры, номер телефона, контакты, новости и так далее. Такой достаточно стандартный корпоративный сайт. Вы можете поменять меню, разместить другой баннер, поменять свои номера телефонов, добавить свои новости. И, соответственно, у вас будет свой сайт. Вы можете вот эту вещь создать на редакции старт за 4900. То есть за 5000 рублей у вас будет полноценный сайт, которым вы можете управлять, настраивать его, продавать. Как в интернет-магазине вы не сможете, но для информационного ресурса этого будет более чем достаточно. Вот, я здесь администратор. Соответственно, я могу здесь делать что угодно. У меня есть вверху такая вот панелька серая. Она может так ездить. Ее можно таким вот образом зафиксировать. Вот, она мне позволяет создавать страницы, разделы, делать соответствующие настройки. Еще у меня есть такая вкладочка, называется она «Администрирование». Кликнув на нее, я перехожу в админку нашего сайта. Здесь, соответственно, у нас различные настройки, функции, возможности, дополнительные инструменты, которые есть в зависимости от той или иной редакции. Здесь слева главная категория, контент, все, что связано с контентом, то есть с содержимым вашего сайта. По сути, здесь структура сайта, все элементы, все разделы, которые содержат те или иные страницы, тот или иной контент, товары, различные новости, услуги, и все, что размещается в плане текстовой информации и графической, это все настраивается в разделе «Контент». Вот, здесь есть раздел «Инфоблоки», где вы создаете различные свойства, настройки и так далее. Есть раздел «Маркетинг». Он решает, собственно говоря, вопросы рекламы, вопросы конверсии и, собственно говоря, маркетинга. Вот, я здесь попозже немножко остановлюсь. Тут есть несколько интересных новых возможностей, о которых хотелось бы рассказать, ну и в том числе применительно к агентствам недвижимости. Раздел «Магазин». Здесь все, что связано с продажей товаров через интернет, заказы, настройки каталога, интеграция с 1С, там скидки различные и прочее, прочее, все это можно будет настроить непосредственно здесь. Раздел «Сервисы». Различные дополнительные сервисы, которыми вы также можете снабжать ваш сайт. Веб-форумы, форумы, различные опросы, голосования, блоги, модуль социальной сети, модуль техподдержки. Все, что вам необходимо разместить на сайте, можно будет найти здесь. Раздел «Аналитика». Это внутренняя статистика вашего сайта, который работает, скажем так, в отрыве от «Яндекс.Метрики» или «Гугл-аналитики». Она сама все считает, сама смотрит статистику, ищет, кто откуда зашел. И, что удобно, она также позволяет создавать различные рекламные кампании и следить за их эффективностью. Этот модуль также достаточно плотно связан и с разделом «Магазины», и с Gmail-маркетингом. Тоже рекомендуем изучить и пользоваться. Раздел «Маркетплейс». Здесь, собственно говоря, указан и каталог решений. Решений самих порядка 2,5 тысяч для «Битрикса», разработанное, опубликованное, как платных, так и бесплатных. Вы можете их устанавливать. Это и типовые сайты, и различные модули, компоненты, расширяющие функционал. Ну и здесь разделы, связанные с обновлением самой платформы, то есть самого «Битрикса». У нас регулярно выходят новые версии. Два раза в год выходят большие обновления, ну и регулярные какие-то мини-апдейты. Вот, это, собственно говоря, вы все сможете устанавливать через соответствующий раздел. И последний пункт – это пункт «Настройки». Он больше подходит уже для опытных пользователей, кто понимает, зачем все разошел, что нажимать. Здесь, собственно говоря, настройки самого продукта, настройки сайтов, настройки по безопасности и так далее, и тому подобное. Здесь, ну, особо я показывать, наверное, ничего не буду. Расскажу еще на слайдах, покажу несколько слайдов по безопасности, какие есть возможности, на что еще стоит обращать внимание. Вот. Вернемся теперь обратно на сайт. Хотелось бы показать вам, собственно говоря, как можно им управлять, какие у вас есть для этого функции, инструменты, возможности. Во-первых, вы можете создавать неограниченное количество страниц, разделов, контента, там, загружать любое количество фотографий, текста и так далее. Для этого у нас есть соответствующие разделы, соответствующие пункты в верхней панели. Создать страницу, раздел, изменить страницу или раздел. Когда вы создаете страничку, она идет у вас с соответствующим расширением в конце, там, точкой PHP или точкой HTML. Когда вы создаете раздел, вы создаете, по сути, папку, и в этом разделе вы уже можете создавать внутренние страницы, либо там еще одни подразделы, подподразделы и так далее. В принципе, уровень должности там ничем не ограничен. Ну, например, есть вот раздел о компании, в нем есть соответствующие странички. И вот видите, в левом нижнем углу, вот есть раздел, называется About, и там лежат, соответственно, вот такие вот уже странички. Вы можете это точно так же создавать. Нажимаете соответствующую кнопку. Вот, назовем раздел Test. Тут же пишется имя папки, переводится на латиницу. Если у вас, к примеру, доменное имя в кириллической зоне, русскими буквами написано, вы можете и все разделы, и все странички точно так же писать не на латиницей, а так же на русском языке. Ну, не знаю. Вот так вот. Вот, дальше ставим галочку «Перейти к редактированию», добавить пункт «Меню», и есть еще галочка «Ограничить доступ к разделу». Когда, например, вы хотите сначала там посмотреть, потестировать, после этого только опубликовать страницу или раздел для уже всех остальных посетителей вашего сайта. Или можно делать, например, закрытый раздел, доступный там по авторизации определенным группам пользователей, там, партнерам вашим, к примеру. Имя меню, которое будет вот здесь выводиться в верхнее меню, и вставим его, допустим, между «Новости» и «Услуги». Здесь я менять не буду «Сео». Ну и пишем какой-нибудь текст. Вот у нас новый пункт «Меню», новая страничка «Кириллица» написана. Вот, и теперь, соответственно, вы можете размещать любую необходимую вам информацию. Это может быть текст, фотографии, какие-нибудь там ссылки и так далее, и тому подобное. Вот страничка у вас есть. Как видите, какие-то специальные знания здесь для этого не требуют, все достаточно просто. Ну, то есть, если человек там с Word, с Excel более-менее знаком, ну, и вообще с компьютером знаком, с браузером, то проблем с управлением сайтом возникнет не должно. В любой момент я захожу на нужную мне страничку и нажимаю кнопочку «Изменить», и, соответственно, меняю этот текст. Добавляю что угодно, другое. Вот, если вдруг что-то пошло не так, или решили, что предыдущая версия была лучше, вы можете всегда откатить на один шаг назад. Вот, помимо этого, размещать можно не только текст, но и какую-нибудь там динамическую информацию. Карту сайта, какой-нибудь раздел с новостями, с веб-форумом, ну, то есть не просто тексты, а какие-то там дополнительные сервисы. К примеру, где-то у нас была Яндекс.Карта. Вот, сюда можете настроить, выбрать тип. Вот, и вот у вас уже на вашем сайте, допустим, это раздел «Контакты», как нас найти, там, проезд. Вот у вас уже не скриншот с Яндекс.Карт, на котором непонятно, где север, где юг, вообще как оттуда подъехать, а интерактивная карта, которая позволяет клиенту сделать ближе, дальше, посмотреть, как можно там лучше, удобнее подъехать. С точкой, где вы располагаетесь, да, размещенной, к примеру, на каком-то доме, вот сюда же можно вписать там время работы или там какие-то дополнительные данные, которые могут быть полезны вашему клиенту. Вот, это все также размещается достаточно просто в визуальном редакторе. Вот здесь тоже пишется любой текст. Выделяете как угодно, и вуаля, на нашем сайте уже другая информация. Сюда же вы можете добавить, допустим, раздел «С новостями». Сюда размещаете компонент такой, два раза кликнув на него, и говорите, вот разместить здесь раздел «Новости». Вот у вас уже на сайте ваши новости, которые вы можете также добавлять сюда. Вот, помимо этого, у нас есть еще такой замечательный режим, называется режим «Правки». Кликаем сюда. Вот, и теперь я, в принципе, вожу по всему сайту мышкой, и все редактируемые области, они таким образом выделяются с контекстным меню. То есть я могу изменить страничку в редакторе, точно так же, как и через раздел «Изменить». Я могу изменить номер телефона. Я могу изменить название «Банк», то есть добавить сюда свой логотип, нужный мне, и, конечно же, поменять слоган. Ну, лучше, наверное, его в один ряд написать. Вот, время работы. Ну, то есть, в принципе, все, что угодно, вот, что вы видите, какой-то текстовый, вот этот элемент дизайна здесь не меняется. Здесь можно поменять, здесь все, что хотите, все это можете поменять. Хотите отредактировать пункты меню, меняете на, ставите тест на первое место, пишите вот так вот. Вот, как видите, все достаточно быстро и просто понятно. Зашли в раздел, здесь у нас «Новости». Не нужно ли есть куда-то специальную программу открывать и так далее. Прямо здесь нажимаете «Добавить новость». Пишите название, анонс. Если у вас есть какая-нибудь картинка, можете просто перетащить с компьютера сюда эту картинку. Ну, понятное дело, желательно заранее подготовить, ну, либо настроить, чтобы она там сжималась под определенные размеры. Раздел «Подробно пишите», указываете «Новости», можете использовать такой же визуальный редактор, выделять нужные вам фразы, слова болтом, ставить различные ссылки, включать в сам текст также изображение и так далее. Ну, и можете для каждой новости добавлять еще свой SEO-текст. Вот, когда у нас начинается активность, и, соответственно, добавляем. Вот наша с вами новость. Здесь вот размещена. Ну, здесь вот она тоже есть. Она появилась везде, где у нас был размещен этот блок, в том числе даже на главной страничке. В любой момент наводим на новость, нужную нам, нажимаем кнопочку «Изменить». Все изменения тут же применяются, да, и клиенты их видят сразу же на вашем сайте. Для больших, может быть, сайтов, для компаний, в которых, допустим, есть несколько отделов или несколько сотрудников, которые один наполняет сайт, второй за ним проверяет, третий, собственно говоря, одобряет. Есть, чтобы понять, как бизнес-процессы. Она, правда, доступна, по-моему, в более старших редакциях, начинается редакция «Эксперт». Там есть возможность, когда вы нажимаете «Добавить новость», вы у себя ее добавляете, а там еще проставляется статус «Черновик». И, допустим, поменять статус «Черновик» на «Опубликованный» может только другой сотрудник с более расширенными правами. Это как раз для различных новостных ресурсов, где огромное количество новостей, где идет какая-нибудь строгая проверка, рецензии на добавление тех или иных разделов и так далее. Помимо этого, что тоже можно использовать для агентств недвижимости, это когда пользователи, регистрирующиеся у вас на сайте, обладают правами на добавление того или иного контента. То есть вы создаете какой-нибудь раздел, допустим, «Новости», вы можете, в принципе, вот к этому разделу или, допустим, к этой страничке дать возможность тем или иным группам пользователей добавлять новости. Точно так же можете настроить, чтобы сотрудник добавлял, он не сотрудник, а посетитель на сайте зашел, зарегистрировался, добавил новость, она там пошла сначала в статусе «Черновик» вам на одобрение. Вы эту новость, собственно говоря, проверяете, смотрите и дальше уже опубликуете ее или отклоняете. Вот это все так же возможно делать с помощью битрикса, с помощью стандартного функционала, который называется «Инфоблок». Там возможностей огромное количество, можно добавлять абсолютно любую информацию, новости, тут есть пример раздела вакансии и так далее. Заходите и добавляете. Здесь вот такая кнопочка. Здесь, причем, видите, даже вот прям подписи есть «Изменить вакансию», «Добавить вакансию». По большому счету, это все один и тот же модуль, который называется, ну, технический модуль, который называется «Инфоблоки». Вот их здесь может быть любое количество неограниченное. Вот есть у нас раздел «Новости». Вы можете настроить, как это называется, вот что будет выглядеть, как «Ньюс» на вашем сайте, вот какие свойства у этих новостей, там название, картинки загружать и так далее. Доступ. И дальше, собственно говоря, потом можно будет настроить расширенное. Для всех пользователей. Только чтение. Вы можете настроить. Либо, к примеру, вы задаете группу пользователей, там, продавцы. Допустим, у вас, да, агентство недвижимости, можно там регистрировать свои, какие-нибудь, ну, подавать заявки на свои объекты. Вот там есть у вас группа пользователей, продавцы. Вы можете дать им возможность добавления элементов. Вот, соответственно, они смогут зайти и добавить тот или иной, ну, соответственно, элемент с новостью. Ну, в вашем случае, это будет не новость, а объект. Вот, ну, и вы дальше уже добавили, посмотрели и при необходимости опубликовали. Вот, ну, и дальше настраиваются различные подписи. То, что я вот говорил, я зашел, я в новостях нахожусь, вот здесь есть кнопочка «Добавить новость». Можете, да, не добавить новость, а добавить элемент. Вот, теперь у нас была новость, теперь добавить элементы. Вот, и так вот, все на инфоблоке, которые вы создаете, вы можете приписать, чтобы было удобно и вам, да, и тем сотрудникам, которые с сайтом работают. Ну, и на самом деле, могу сказать, что если вы будете заказывать разработку сайта, вот, там, студии какой-нибудь, да, который занимается этим, на Битриксе, вот это те мелочи, которые тоже стоит обращать внимание. То есть, если компания вот подходит к разработке сайта с душой, скажем так, да, по всем правилам, вот эти вещи, на эти вещи стоит обращать внимание. Когда вот подписи все проставлены, все добавлено, все по-человечески сделано, в меню вынесено, все вам удобно, да, если вам сдали сайт и вы, там, не понимаете, как им вообще, в принципе, управлять, да, там, везде какая-то каша и только код один видит. Это говорит о том, что, ну, компания подошла не очень хорошо к разработке вашего сайта и здесь, ну, стоит, там, заставить, скажем так, сделать все по-человечески. В Битриксе и вот просто огромное количество тех или иных настроек для этого. Вы можете настроить в том числе даже внешний вид вот этого вот окошка, опять же таки, для вашего удобства. Если вы, допустим, не занимаетесь SEO, вам не интересен вообще, в принципе, этот вот блок, да, при добавлении новости, вам нужно только, чтобы было название, анонс и подробно. Это также можно без проблем сделать, без проблем настроить. заходим в раздел уже в новости и здесь есть шестеренка. С кнопочкой настроить. Активность убираем, убираем. так, это что у нас такое, дата изменения, убираем. текс. иди новости что ли добавил. Где? Так, что-то я тут запутался. Где-то, видимо, еще нужно галочку поставить. Так, ну ладно, не буду останавливаться. В общем, можно настроить внешний вид вот всех вот этих элементов, пунктов, попозже, может быть, вспомню, вернусь еще. Собственно говоря, так, чтобы было удобно наполнять ваш сайт, управлять им, добавлять нужный вам элемент, удалять и так далее. Так, идем дальше. Добавили новости, информацию всю здесь можно без проблем менять. Дальше, как, ну, помимо просто там новостей, да, нужно также еще добавить какой-то определенный интерактив, то есть, какое-то общение необходимо с вашими покупателями, там, с вашими посетителями сайта организовывать. Самой, наверное, популярной функцией в данном случае являются веб-формы. Это когда вы заходите на сайт и, допустим, хотите там оставить, запросить коммерческое предложение, задать какой-нибудь вопрос, оставить какие-нибудь контактные данные, чтобы вам перезвонили, то есть, чтобы каким-то образом с вами связались. Сейчас есть, в принципе, и достаточно огромное количество сторонних сервисов, которые, там, кнопки такие вылезают на вашем сайте, там предлагают оставить свой номер, мы вам через 20 секунд перезвоним, ну, типа там, Callback Hunter и прочих. Можно использовать их, подключая этот виджет, можно использовать различные онлайн-консультанты, но и также в самом Bittrex есть достаточно большой и расширенный функционал по созданию веб-форм на страничках вашего сайта, где вы можете предоставить вашим клиентам возможность задать какой-то вопрос, обратиться, оставить свои контактные данные. Этот функционал называется Webformer. Давайте посмотрим, как его настраивать. Сергей, видимо, пропустил начало, вот все задается вопросом, когда будет по теме агентства недвижимости. Ну, коллеги, во-первых, хочется еще раз попросить вас почитать анонс сегодняшнего вебинара. Вот, там есть две темы, которые у нас сегодня и будут рассматриваться на нашем сайте в том же порядке, которым они обозначены на сайте Bittrex. Это информация о платформе, платформе Bittrex, и в дальнейшем коллега, мой из компании Крайт, Александр, расскажет про агентство недвижимости, про готовые решения. Поэтому просьба соблюдать спокойствие. Все будет без паники, расскажем в том числе и про агентство недвижимости. Итак, веб-формы. Хотите разместить на сайте на вашем, допустим, страничку с разделом, чтобы клиенты оставляли о себе какую-то информацию. Вот, есть такой пункт в разделе сервиса, называется веб-формы, и заходим сюда в настройки, нажимаем кнопочку создать. Допустим, создадим форму обратной связи. Она у нас часто встречается практически на всех сайтах в разделе контакты, который позволяет прямо сайта написать. Там могут быть различные типы этих веб-форм. Это может быть, к примеру, жалоба, это может быть вопрос, запрос коммерческого приложения и так далее. Вы можете также это все настроить, прилагать разные формы. Для двух сайтов у нас это используется. Можете результаты отправлять себе на e-mail, то есть создать шаблон почтовый, и когда клиент будет оставлять на вашем сайте эту информацию, вам будет на почту приходить соответствующее уведомление. Очень удобно, допустим, когда вы работаете не в офисе, а разъездная у вас работа, кто-то отправил заявку, вам на почту телефон пришло, вы просмотрели, связались по телефону из письма, ну, соответственно, договорились в какой-то встречи с клиентом. Пункты меню в административном разделе. Давайте назовем форума 1, он у нас появится вот здесь вот в результатах, чтобы удобно за ним наблюдать их, сортировывать, смотреть и так далее. Если, например, на вашем сайте много таких веб-форум, например, у нас там, вы когда регистрировались на вебинар, как раз вот такую веб-форум и заполняли. Мы создаем этот веб-форум, запрашиваем какие-то определенные данные, вам приходит на почту соответствующее письмо, которое вот по шаблону формируется. Это все здесь можно настроить и чтобы, допустим, контент-менеджером или отделом маркетинга удобно было смотреть по результатам, вы можете прямо здесь эти все формы тем или иным образом называть. Вебинар 22 сентября. И вот он здесь будет в результатах указан, сразу кликнул, перешел на результаты. описание, шаблон, статистика. Это все добро можно подключить к CRM-системе B324, чтобы вам все данные сразу туда попадали. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Веб-форма создана. Теперь у нас здесь она добавлена в результатах. И, собственно говоря, нажимаем на плюсик, где у нас раздел «Вопросы». и что-нибудь простое. Давайте имя, обычная строка, фамилия, и, допустим, можно «Ваш вопрос», большой текст и «Email». Можно все с визуальным редактором предложить, чтобы сразу заполняли уже с каким-то оформлением. Здесь выбираем «Email», чтобы система проверяла «Email» или «Email». Еще можно какой-нибудь перезвонить вам. «Email». Нет. Вот. Теперь мы настроили небольшую веб-формочку и теперь мы точно так же достаточно легко можем разместить на нашем сайте. Заходим в нужную нам страничку, допустим, в раздел «Контакты» или сюда. Наша новая созданная. «Изменить страничку». Вот это все. «Абракадабру» убираем. Здесь тоже раздел «Сервисы». и «Web-формы». Ищем, перетаскиваем сюда. Кликаем. «Форма обратной связи». Она у нас есть. Тут можно еще некоторые настройки выбрать. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот здесь стандартный шаблон. По умолчанию вы, конечно же, можете нарисовать свой, то есть привязок к дизайну каким-то элементам формирования здесь нету. Здесь просто по умолчанию никакой был, я его такой использовал. Ну и, соответственно, я заполняю эту веб-форму. веб-форму. Вот, видите, некорректно e-mail ввел. Понятно. «Спасибо, ваша заявка принята». Теперь в результатах у нас с вами появился вот этот вот новый элемент, новая заявка. Соответственно, если этот пользователь был зарегистрирован на вашем сайте, то вы даже видите, кто это. Ну и, собственно говоря, поля результаты все это здесь у вас представлено. Таким образом можете работать с этими результатами, смотреть. Вы можете выгружать их в Excel, если необходимо, то есть настраивать здесь, какие будут поля выводиться. Допустим, таким вот образом. Имя, фамилия, ваш вопрос. И вот эту всю информацию просто сохранить в Excel и дальше обрабатывать его, к примеру, на самом компьютере. Ну или выгружать в CRM, куда вам еще необходимо. В любой момент можно изменить параметры, отредактировать вопросы, сделать вопросы обязательными, потому что у меня в форме они все были необязательны к заполнению. Ну и, соответственно, таким вот образом собирать результаты от ваших клиентов. помимо этого, при коммуникации с вашими клиентами нужно еще использовать некоторые у нас сейчас новые инструменты, которые призваны, во-первых, напоминать клиентам о вас, чтобы они не забывали и заходили к вам как можно чаще, предлагать им различные специальные предложения, условия, скидки и так далее. Или там присылать им новую подборку с новыми предложениями. У нас есть несколько таких модулей, которые связаны с e-mail маркетингом. Это, собственно говоря, называется e-mail маркетинг и раздел триггерной рассылки. e-mail маркетинг позволяет вам создавать рассылки на вашем сайте создавать рассылки на вашем сайте и, собственно говоря, делать по... выбирать базу, по которой вы будете делать соответствующую рассылку. К примеру, все посетители вашего сайта, все клиенты, если это интернет-магазин. это могут быть все пользователи, которые заполнили ту или иную веб-форму. Допустим, опять же, есть у вас веб-форма, к примеру, предложения и пожелания. И вы хотите вот всех, кто вам эту веб-форму за месяц последний заполнял, дать какую-нибудь скидку или дополнительный какой-нибудь бонус. Можете выбрать их и по этим товарищам сделать соответствующую рассылку. Это могут быть подписчики, которые подписывались на ту или иную рассылку. Это могут быть просто пользователи и различные другие фильтры, которые вы можете здесь настраивать таким образом. Выбираете веб-форму, поле с именем, поле с e-mail. Для того, чтобы, когда вы будете делать им рассылку, это имя подставлялась в шаблон. То есть вы не просто сделали как спам без имени, без фамилии, а прямо писали «Добрый день!» подставлялась отсюда поле с именем, который они заполнили и отправлялась индивидуально каждому на его личный e-mail. Если есть какие-то здесь списки, их также можно будет подставлять. Вы создаете группы, на кого вы будете отправлять и создаете выпуски. Я здесь его не смогу создать, нужно будет настраивать еще e-mail на демки. Сложновато мне сейчас будет это. Создаете выпуск и соответственно можете заполнить расписание рассылки. Выпуск может быть таким шаблонным. К примеру, вы можете есть у вас подписчики, которых вы здесь выбрали, подписчики к примеру на новинки. Вы можете каждый понедельник создаете эти выпуски, вы эти выпуски можете готовить в субботу, воскресенье. Каждый понедельник в 11 утра этот выпуск будет рассылаться по всем этим подписчикам. И дальше уже настраивайте таким образом настраивайте время, когда эти рассылки будут уходить и они будут отправляться по тем или иным товарищам. И в дальнейшем вы сможете смотреть статистику. У меня здесь есть в разделе email marketing несколько скриншотов. Здесь будет у вас доступна статистика отчета первых выпуски, сколько прочитали вы на 100 человек отправили будет указано сколько человек прочитали открыли письмо сколько сразу же перешли по ссылке отписаться от рассылки. Это все будет в таком виде вам представлено. Здесь вы можете собственно говоря тестировать формат общения с клиентами на ты на вы какие-то вещи шаблон дизайн использовать рассылок и смотреть статистику сравнивать какой из вариантов по понедельникам или по пятницам что гораздо эффективнее в какой день недели чаще ваши клиенты открывают письма в какой неделе чаще отписываются и так далее. Это все у вас будет доступно непосредственно в этой статистике. И еще есть несколько схожие но другой функционал называется триггерные рассылки. Триггер это по-английски спусковой крючок. Это по сути также вы можете настроить рассылку но чтобы она запускалась не по вашему расписанию или вручную а чтобы она запускалась в зависимости от определенных условий. А условий может быть разное количество здесь даже есть примеры. К примеру человек отменил заказ в интернет магазине и ему тут же пришло письмо которое вы письмо с шаблоном которое вы настраиваете что нам очень жаль что вы отменили заказ к примеру вы хотите узнать вы всем присылаете можете письменно отправить всем нам очень жаль мы хотим понять почему вы это сделали почему вы отменили если это вопрос цены то вот вам 10% скидка и предоставить типовой купон на скидку если там речь идет о чем-то другом то вот ссылка на веб-форум пожалуйста заполните веб-форум буквально 2-3 предложения нам чтобы понимать на будущее что мы можем сделать лучше чтобы таких ситуаций больше не было чтобы мы оправдывали ваши ожидания шлете такое письмо оно автоматическое вы один раз настраиваете шаблон говорите что отсылать его через 5 минут после того как человек нажал в кабинете кнопку отменить заказ оно будет приходить ему на e-mail все автоматически для всех ваших клиентов будет теперь отсылаться такое триггерное письмо письмо в догонку это после покупки они тут связаны здесь все с интернет магазинами когда вы отправляете клиенту серию писем на e-mail когда он не оформляет заказ оформит заказ но не оплачивает заказ вы долбите через каждый день оформить 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 скидку дадим доставка бесплатная или еще что-нибудь лишь оформить и так далее можно создавать другие тематики выбрать условия то есть не только связанные с заказом то есть не только для интернет-магазинов но и к примеру давно не заходил на сайт это когда человек зарегистрировался у вас информация есть также в разделе настройки у вас есть вся информация по пользователям вот здесь также хранится дата последней авторизации и соответственно система это все видит и запоминает что к примеру вы говорите что вот не заходил более 90 дней и вот собственно говоря 22 сентября будет считаться плюс 90 дней и когда наступит что у нас там октября ноября 22 ну или какое-то там декабря да плюс-минус там несколько дней наступит 22 декабря система ему пришлет письмо о том что уважаемый обратиться к нему по имени вы давно не заходили на наш сайт с чем-то связано там у нас тут много всего нового накопилось вот у нас тут новый раздел новые новинки и так далее и тому подобное вот и соответственно эти клиенты они либо отпишутся вы это также увидите в статистике либо перейдут на вашу ссылку по вашей ссылке очень часто это встречаю причем это часто даже не в интернет-магазинах а в различных новостных ресурсах автомобильных тематиков тоже некоторые есть сайты которым я захожу достаточно редко вот они мне раз там в несколько месяцев присылают письмо с сожалением что я к ним долго не заходил и такую прям подборку последних новостей последних новинок там хороших каких-нибудь статей ну и тут я уже смотрю читаю если что-то интересное перехожу по их ссылке они пытаются напомнить мне о них чтобы я там не забывал это все правильно главное тут не чистить не жестить вот и отправлять человеку какую-то информацию такую интересную для него вот и здесь тоже обратите внимание вы можете сделать просто эту рассылку можно выбрать цель и к примеру вы будете слать эти письма до тех пор пока это письмо не достигнет цели то есть к примеру пока он не зайдет таки на сайт то есть если он не зашел на сайт вы ему еще раз через 90 дней присылаете соответствующее письмо что давно вы к нам не заходили и вот там подбор каких-то данных вот пока он не соответственно зайдет на ваш сайт или там не отпишется от вас до там не проклятирует не добавит черный список вот или же к примеру если там речь идет про заказы то вы можете тоже там пока он создаст новый заказ вы там от него не отстанете вот или пока не оплатят там заказ который там у него висит не оплачен вот можно просто уведомить отправив все письма и собственно забыть про данного товарища и все эти данные они у вас будут точно так же доступны вот здесь статистики по вашим письмам для каких пользователей она вот эта вот рассылка запущена сколько человек из них выполнит целевое действие сколько отписалось вот и так далее это все вы видите ну и плюс буду строить соответствующие графики для более наглядного ознакомления и еще из того что можно и нужно будет использовать на вашем сайте сайте агентства недвижимости или любой другой тематики это тоже один из новых наших функционалов называется АБ-тестирование это возможность проверить научным методом какой допустим шаблон вашего сайта более привлекательный для клиентов или какая кнопка синяя или зеленая лучше кликается или к примеру там на вашем сайте вот здесь кнопка там красный или зеленый да вот шаблон кнопки с телефонной трубкой лучше обращает внимание на себя и там люди кликают там номер здесь открывается окошко ну то есть различные варианты когда вы сомневаетесь в чем-то на вашем сайте считаете что вот эта кнопка не очень хорошо влияет на конверсию или вот этот вот раздел сделан не очень хорошо да поэтому у нас мало заказов или вы к примеру требуете от пользователей при регистрации на вашем сайте слишком много данных обязательных там не только имя, логин а и там еще имя, логин там девичья фамилия матери там оставить городской телефон почтовый индекс и так далее и тому подобное и вы можете посмотреть насколько упрощение вот этой процедуры регистрации будет влиять на конверсию к примеру вот если про интернет магазин там более-менее еще понятно все чем проще регистрация тем лучше если человек без регистрации имеет возможность оформить заказ то соответственно у такого интернет магазина как показывает практика статистика анализ заказов будет гораздо больше чем у компании которая требует верификацию проверку и так далее и тому подобное есть такие определенные специфические скажем так отрасли в том числе даже агентства недвижимости когда вам нужно не просто логин запросить а еще какие-то более важные данные с помощью которых вы будете проверять клиента объект и вы хотите их запрашивать чем-то можете пожертвовать и хотите посмотреть как что влияет упрощение той или иной процедуры вы можете запустить АБ тестирование настроить и к примеру 30% трафика который у вас есть на сайте перекидывать на эту новую страничку сюда вы добавляете шаблон выбирается шаблон с вашим сайтом текущей странички какая у вас есть и плюс путь к новой странице где она расположена на вашем сайте смотрите настраивайте и соответственно запускаете тест и смотрите по результатам ну вот здесь у меня есть примеры еще запущенные как видите тут на демо версии кроме ни одного никого нету поэтому системе сложновато на одном пользователе сделать какую-то статистику с погрешностью вот собственно говоря вы в результате теста увидите что вот на этой страничке конверсия такая-то на старой допустим а на новой конверсии такая-то ну и собственно говоря сколько было заказов оплачено сколько было здесь оплачено в корзину или если у вас заполнение веб-формы или регистрация вы можете все это дело указывать настраивать и соответственно здесь все это выводить как вам все это необходимо и в дальнейшем принимать уже решение что вы делаете остаетесь на старом потому что там разницы никакой нету что там было что там было одинаковое количество заказывали регистрации на вашем сайте либо переходите на новый вариант очень часто это еще используют когда на своем сайте делают достаточно большой апдейт вообще там шаблоны то есть дизайн нарисовали и вот есть сомнения что ваши пользователи которые к вам лояльны которые достаточно консервативны хорошо это воспримут и вы боитесь что сейчас запустите люди будут в ужасе шарахаться думать что они не на тот сайт попали ну и в целом был у вас белого цвета в белом оформлении стал какой-нибудь синим там зеленым ну то есть есть какие-то определенные опасения что люди просто будут навсего убегать с этого сайта уходить и вы будете терять соответственно посетителей вы можете точно так же взять к примеру трафик 10% вот и на пару недель запустить и посмотреть то есть это будет сравниваться вот эти 10% будут сравниваться с 10% вот этого трафика и будете смотреть собственно говоря как это все работает насколько там активно пользователи кликают насколько они там читают пишут делать какое-то целевое действие на вашем сайте насколько там снижается конверсия и так далее и тому подобное и в дальнейшем через 2 недели уже применять принимать соответствующее решение вот это все у вас также будет потом в дальнейшем в статистике доступно создаете этих тестов неограниченное количество но они единственное что идут друг за дружкой то есть вы не можете на одном сайте запустить несколько таких тестов вы можете запустить в одном тесте несколько да под тестов скажем так чтобы там проверить посмотреть какие-то общие динамики когда вы там на страничке на каком разделе что-то меняете но вот сразу запустить для одного сайта несколько отдельных тестов так вот не получится вот ну здесь смотрите много чего интересного недавно вот это весной вышло Будем сейчас по вашему отзыву дорабатывать, функционал добавлять, то, что необходимо, с чем вы там сталкивались. Это какие-то основные инструменты для работы с сайтами. Потому что сейчас там контент, добавление контента, это уже достаточно всем понятно, достаточно просто. И на сайтах, конечно, нужны такие инструменты, которые важны для привлечения и удержания ваших посетителей. Такие, как email маркетинг, триггерные рассылки, ну и, конечно же, инструменты проверки эффективности вот этих инструментов, в том числе, такие, как АБ, тестирование. Обязательно ими пользуйтесь. И, соответственно, дальше у нас идет последний пункт, который я хотел сегодня рассказать, это безопасность вашего сайта. Многие на эту тему вообще закрывают глаза при разработке сайта, делают там на коленке, делают у студентов, там на бесплатных CMS-системах. Но потом оказывается такая ситуация, как вы видите на этом экране. Это скриншот, реальный скриншот года 2012 или 2013, точно не помню. Скриншот, сделанный на сайте eg.spb.ru. Сайт, посвященный результатам единого госэкзамена в Ленинградской области. Вот там в июне, по-моему, был сделан или в мае, когда там ЕГЭ проходит, я точно не помню. Вот, сайт был сделан на бесплатной CMS-ке, там, я так понимаю, за 10 дней, на каком-нибудь самом простом хостинге. И, соответственно, когда день, час икс настал, да, и люди зашли там на этот сайт, чтобы посмотреть там результаты, посмотреть там информацию по этому единому госэкзамену, вот их вот ждал соответствующий баннер на всю страничку. Сайт был полностью взломан, полностью вычищен, и там он был, как дефейс такой сделан, да, размещена вот эта информация. То есть это госсайт, да, с информацией для достаточно большого количества посетителей. То есть это не просто какой-то сайт там, я не знаю, в каком-нибудь небольшом городке, да, рассчитан на 100 человек в день. Это сайт рассчитан на десятки тысяч пользователей, если не больше. И вот компания, организация, да, совершенно заботилась вопросами, связанными с безопасностью. То есть это очень часто встречается даже в госорганах, ну, что уж там говорить про коммерческие организации. В битриксе просто вот, ну, не знаю, я не совру, если скажу, что, ну, нигде в коммерческих, ну, и тем более даже в бесплатных CMS таких инструментов, как в битриксе, по безопасности нет. Это и технологии составных паролей, ну, по типу, как вот, когда вы в онлайн-банке работаете, да, вы вводите не только свой логин и пароль, но и там пароль, который генерируется либо там в банкомате, либо там SMS-кой приходят. Здесь примерно такой же функционал, который позволяет вам иметь доступ к админке, к каким-то настройкам, да, таким важным вашего сайта. Не просто по обычному логину, а еще и с составным паролем. В битриксе есть свой веб-антивирус, есть свой веб-файровол. То есть в целом система сама видит, когда есть какие-то попытки извне, да, внедрить на ваш сайт какой-то вредоносный код, то есть каким-то образом его взломать. И вам система будет сама об этом говорить, как администратору присылать соответствующие уведомления, чтобы вы делали соответствующие действия, бежали, там, спасали ваш сайт от каких-то атак. Так, шифрование данных, ну, соответственно, да, поддержка SSL, это понятно, да, есть даже, если у вас нет SSL, то есть аналогичный функционал тоже шифрования, передачи данных, такие как логин, пароль, ну, это взорезонных данных. Журнал событий, чтобы вы видели, кто из ваших сотрудников или там с клиентов, что делал, да, на вашем сайте, и кто там мог быть причиной какой-то поломки, какого-то вмешательства. Вот, есть панель безопасности, которая прямо показывает, насколько ваш сайт хорошо защищен. Есть встроенный, абсолютно бесплатный сервис в Битриксе, который называется сканер безопасности. Это система, вы там просто кнопку нажимаете, она просто сканирует ваш сайт, хостинг, сайт, настройки, и говорит, что вот там-то или там-то у вас есть такая-то проблема по безопасности. И прямо говорит, что необходимо сделать, кому обратиться и так далее. Она вот у нас уже там много лет работает и спасала не один сайт. Опять же, это абсолютно бесплатно, не требует каких-то технических данных. Просто в админке заходите в раздел безопасность, активная защита. Прям первый пункт, сканер безопасности. И вот кнопочка запустить сканирование. Ну, у меня здесь сайт внутри, локальной сети расположен. Поэтому сканер не сможет просканировать хостинг, еще что-то. Поэтому мало чего найдет, выдаст, скорее всего, потом ошибку. Вот, но если у вас сайт на Битриксе, просто запускайте раз в месяц минимум эту кнопку. Вот, и система, собственно говоря, вам все расскажет, покажет, что необходимо сделать, чтобы избежать каких-то определенных ошибок, связанных с безопасностью. Вот, и здесь все это есть. У нас даже есть защита от DDoS. Это сервис в купе с нашими партнерами, которые также могут защищать, делают несколько первых защит, по-моему, абсолютно бесплатно. Потом, если вас очень часто атакуют, отдаетесь в руки нашим партнерам, которые будут ваш сайт защищать, давать вам какие-то рекомендации, отбивать, в общем, от атак. Так, авторизация без SSL. Вот технология одноразовых паролей. То есть, можете использовать такой брелок, или можете скачать абсолютно бесплатное приложение для App Store или для Android, и он будет генерировать этот одноразовый пароль для авторизации, допустим, ваших сотрудников на вашем сайте. Чтобы не было такого, что там зашел из дома, там, с зараженного компьютера, авторизовался на вашем сайте, соответственно, пароли, логины все утекли тут же, и другой злоумышленник зашел и авторизовался, там, украл данные платежные, разослал по всем вашим клиентам спам, какую-нибудь рассылку с вирусом или ссылка на какой-нибудь там подставной сайт, или просто на вашем сайте где-нибудь тоже разместил какой-нибудь вирус, люди заходят, кликают, думают, что это ваш сайт, там все хорошо работает, а на самом деле там ставят себе какой-нибудь вирус на компьютер, там, например, не защищен. Вот, это все абсолютно бесплатно, и обращайте на это внимание. Вот, ну и как итог, хочется еще... Ну вот, тоже. Андриан пишет, что вот он взламывал в госорганизации админ на латыни слово «привет» было поставлено в качестве пароля. Ну, это встречается сплошь и рядом. Кстати говоря, сканер безопасности еще проверяет, если у вас там... Ну, тоже бывает очень часто, когда создают безалаберные разработчики сайты, забывают поставить пароль на базу данных. Это часто такая проблема действительно встречается. Здесь есть тоже автоматические такие проверки, которые скажут, что у вас угроза. Самое первое – это то, что у вас на базу данных, которые у вас на MySQL, не настроен пароль. Собственно, просто там доступ прямой, да, и вас взломает просто за секунду даже, там, не обращаясь к битриксу, там, и так далее. Поэтому здесь все это учтено, все вот эти проверки делайте регулярно. Система тоже обновляется, там какие-то новые, если выходят, заражения, новые вирусы для сайтов, да, новые какие-то способы вторжения, там, взлома. Это все у вас будет приходить вместе с обновлениями, да, на вашу редакцию. Вот, у нас для вас существует шесть стандартных редакций, начиная от первого сайта и заканчивая редакцией «Бизнес». Ну, первый сайт – это совсем сайт-визитка, там даже есть ограничения на создание там свойств в инфоблоке. Ну, используется чисто там для лендинг-пейджа, не более, в большинстве случаев. Вот самая такая функциональная – это редакция, начиная с редакции «Старт». Вот, там можно создавать и сайт агентства недвижимости с правами доступа, настройками и так далее. Если речь идет про продажу товара или услуг, то есть вам необходим личный кабинет, вам необходим подключать способы оплаты, службы доставки, то это редакции «Малый бизнес» и «Бизнес». Ну, и в целом на нашем сайте, на сайте «Битрикса» есть раздел «Редакции», там можно, собственно говоря, сравнить, чем они между собой отличаются, и в любой момент можете переходить с младшей редакции на более старшую, просто доплачивая разницу в стоимости между ними. Вот. Мы сами сайты не создаем, вы их можете заказать у наших партнеров, либо там создать самостоятельно, у вас есть соответствующие знания, либо разработать сайт в своей веб-студии. Партнеров у нас огромное количество. Ну и, собственно говоря, Александр Зайцев, который сейчас будет рассказывать про агентство недвижимости, это тоже является одним из золотых партнеров наших, к которым можно обратиться. Вот. И есть еще у нас Marketplace, в котором, здесь написано 1800, немножко устаревшая информация, более 2000, там, 400, уже там, 500 приложений для сайтов и для магазинов. Там и модули, и готовые шаблоны, типовые сайты, все это вы можете скачивать, что-то, где-то 50 на 50 платные, 50 бесплатные процентов. Вот. Смотрите, устанавливайте, заказывайте доработки. Так. Александр, готовлюсь сейчас переключить на вас. Так, сейчас несколько вопросов. Так, Александр спрашивает, после того, как заказать сайт, на каком хостинге вы порекомендуете его разместить? Ну, вот, прям, сейчас, прям конкретно один хостинг я не могу порекомендовать. У нас есть на сайте битрикса. Так, раздел партнер, есть здесь раздел хостинг. Собственно говоря, здесь список тех хостеров, которые удовлетворят нашим требованиям по производительности, по стоимости, по любым другим критериям, ну, там, техническим и... То есть, там, по сути, два таких основных критерия. Это техническое соответствие нашим требованиям и, соответственно, цена, чтобы она там не была какой-то ломовой. Вот. Здесь вы можете посмотреть. Это то, что вот мы, скажем так, рекомендуем. Выбирайте уже по вашему усмотрению. Ну, и здесь еще стоит, конечно же, обращать внимание на типы вашего сайта. Если речь идет про сайт-визитку, там, посещить количество пользователей не более, там, тысячи в сутки, то это один разговор, это виртуальный хостинг без проблем. Если же у вас там огромный какой-нибудь информационный ресурс, сотни тысяч товаров, позиций, да, там, сотни тысяч посетителей в сутки, вам необходима работа, чтобы она там ни на секунду не прерывалась. Да, здесь уже идет речь, наверное, там, о виртуальных машинах, к минимуму VPS и соответствующая редакция Bittrex. В вашем случае, наверное, потребуется уже там редакция бизнес, когда вы сможете разместить не только там на одном хостинге, а на нескольких дата-центрах, чтобы в случае там выхода из строя одного хостинга ваш сайт там не переставал работать, дальше продолжал там, обслуживать клиентов, показывать им там ту или иную информацию, позволять им делать заказы и так далее. Поэтому здесь, ну, лучше обратиться, да, к партнерам, к разработчикам, которые специализируются на каких-то сложных продуктах, чтобы они вам и посоветовали, настроились соответствующим образом. Ну, как бы в целом, все, что мы рекомендуем, вот здесь расположено. Ну, и раньше еще было модно в России размещать на немецких дата-центрах. Сейчас, в связи с законом, который вступил 1 сентября, есть определенные ограничения на этом, в частности, на хранение информации в опередении данных. Если вы как-то работаете с этими данными, да, то есть, там не просто логинные, там имя запрашиваете, а какие-то дополнительные данные при регистрации, то тоже на это обратите внимание, прочитайте закон, посмотрите на требования, вполне возможно, вот вариант с размещением за границей для вас будет неприемлем. Так. Одну секундочку. Одну секундочку. Александр вас подключил. Очень плохо слышно. Я почти ничего не слышу. Раз, два, три. Слышно. Сорока. Так. Ну, коллеги, напишите, если вам хорошо слышно, потому что я практически ничего не слышу. И желательно, если возможно, чат исключить, потому что вам не активно. Сейчас было громче, но... Так, еще расскажи что-нибудь. Что-нибудь. Нажимайте окей. Ну, очень плохо. А сейчас можно все-таки нам включить проблему с нашими слушателями поговорить на тренинге. Спасибо. сон. Раз, два, три. Вот так, по-моему, получится. Ну, я бы не сказал, жуткий идет. Раз, два, три. Слышно? Вот так отлично слышно. А вот теперь? Вот, да. По-моему, у нас несколько компьютеров глушили друг друга. Да, давайте я сейчас туда переведу. Продолжение следует...